Всем привет! Вы на канале Товар из Китая и меня зовут Вячеслав. И сегодня у нас будет сравнение этих двух смартфонов. С одной стороны Poco M5, а с другой Vivo Y35. Так уж случилось, что у меня оба эти смартфона в желтом цвете. И сегодня мы их сравним и определимся, какой из них лучше. Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь и поставьте колокольчик. Ну а мы приступаем к полному сравнению этих двух аппаратов. Приходят смартфоны в желтой и, соответственно, в белой коробке. У меня две модификации, 4,64 по памяти. Давайте посмотрим и сравним комплектацию. По комплектации здесь полный паритет. Оба смартфона получили зарядные блоки на 18 Вт, поддержка Type-C кабели, иголки для извлечения SIM-лотков. Оба смартфона получили хорошие силиконовые чехлы. На первое время пойдет. Ну и, конечно, документация. Оба смартфона получили полноценные слоты для SIM-карт. На две nano-SIM-карты и расширение еще карты памяти. Давайте их взвесим. Poco M5. Ровно 200 грамм. А Vivo Y35. 191 грамм. По внешнему виду оба смартфона пластиковые. Poco M5 имеет такую вот попырчатую текстуру, как под кожу. Ну а Vivo имеет такую матовую текстуру с таким переливом. Блоки камер сильнее выступают у смартфона Vivo. С правой стороны у обоих расположилась качеля громкости, а также кнопка включения, он же является сканером отпечатка пальцев. На нижней грани у Vivo 3,5 мм аудиоразъем, микрофон, порт Type-C и мультимедийный динамик. С левой стороны у Vivo ничего нет, а у Poco есть слот для сим-карт. Ну и преимущество Poco то, что у него есть инфракрасный датчик, которого нет у Vivo. Толщина корпуса у Poco 8,9 мм, у Vivo 8,3 мм. Vivo тоненький такой смартфон. Давайте мы их одновременно включим и посмотрим, какой смартфон запустится быстрее. Так. Пошла загрузка. Какой процессор быстрее работает. Или Poco G99, или Vivo Snapdragon 680. Видно, Vivo загрузился быстрее. Ну а вот и Poco подоспел. Poco намного запаздывает с загрузкой. Как видите, Poco намного дольше загружается, чем Vivo. Оба их смартфона, фронтальная камера выполнена в виде капельки и такой небольшой подбородок внизу. Рамки сравнительно тоненькие. Давайте посмотрим яркость экрана. Яркость где-то на 80% выставлена. Диагональ экрана обоих смартфона 6,58 дюйма. Оба получили матрицы IPS, Full HD разрешение. Оба получили 90 Гц частоту обновления экрана. И яркость у Poco максимальная яркость 500 нит. У Vivo максимальная яркость 550 нит. Плотность пикселей 401 ppi у Poco и 403 ppi у Vivo. У Vivo экран немножечко лучше. Ну а вот так выглядит яркость этих двух аппаратов на солнечном свете. Как видите, экраны читабельные. И яркость здесь в принципе нормальная у обоих аппаратов. По работе оболочки этих смартфонов в принципе у меня нет никаких претензий. Смартфоны работают нормально, но немножко подтормаживает Poco. Здесь мне кажется для MIUI 4 гигабайта оперативной памяти как-то маловато. Программы открываются в принципе быстро. Да. Ну откроем YouTube например. Все открывается быстро и без проблем. Play Market. Да. Как видите, оба смартфона работают шустро. Смартфон Poco M5 работает на новеньком процессоре Helio G99. Это восьмиядерный процессор по 6 нанометрам. В свою очередь Vivo Y35 работает на Snapdragon 680. Это тоже восьмиядерный процессор по 6 нанометрам. Графический процессор в Poco M5. Mali G57 MC2. А у Vivo Adreno 610. У Vivo показывает частота обновления 90 Гц. А в Poco показывает AIDA 60 Гц. Но на самом деле Poco тоже поддерживает частоту обновления 90 Гц. Память. В обоих смартфонах 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR4X и 64 гигабайта накопитель. Тип накопителя UFS 2.2. Неплохо по памяти. Также оба смартфона поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi. Bluetooth в Poco 5.3. У Vivo Bluetooth 5.0. Оба смартфона поддерживает NFC. Смартфон Poco поддерживает инфракрасный датчик. У Vivo этого датчика нет. Оба смартфона поддерживает FM радио. А также отпечаток пальца и GPS. И Poco, и Vivo работают на 12 андроиде. Последний патч безопасности у Poco август 22 год, у Vivo октябрь 22 года. Недавно прилетало увесистое обновление. Батарея. Оба смартфона получили емкость аккумуляторов по 5000 мАч. Литий-полимерные аккумуляторы отлично держат. На полторы-двое суток вам смело смартфона хватит. Ну а вот перед вами результат Antutu теста. Здесь Poco набирает 327 тысяч, а Vivo 258 тысяч. Здесь явно выигрывает смартфон Poco M5 с новым чипом от Helio G99. Результат теста перед вами. Кстати, этот смартфон и меньше греется. Да, чип Helio G99 получился достаточно успешным. Тест Multitouch. В обоих смартфонах 10 одновременных касаний. Ну а вот вашему вниманию результаты троттлинг-теста. 30 минут 100 потоков. Здесь вы видите, что оба смартфона показали примерно равный результат. Средний показатель в Poco 192 гипс, в Vivo 185 гипс. Но Poco в свою очередь почти не нагрелся. 37,5 градусов в районе камеры. В то время как Vivo немножечко нагрелся. 39 градусов в районе камер. Я считаю, отличный результат. Оба смартфона получили достаточно хорошие Wi-Fi модули. Как видим, скорость записи и скорость выгрузки хорошая. Ну а вот перед вами результаты GPS тестов. Как тот, так и другой смартфоны можно использовать как GPS-навигаторы. Но, как видите, здесь Poco выигрывает. По датчикам у нас здесь тоже полный паритет. Давайте покажу, как работает датчик приближения. Оба датчика работают корректно. Хорошо. Теперь датчик освещения. Тоже оба датчика работают без всяких проблем. Есть гироскоп, есть магнитный датчик, есть фонарик. Переходя к камерам, хочется отметить, что оба смартфона получили по 50-мегапиксельному основному модулю. А также по два 2-мегапиксельных вспомогательных модуля. Фронтальная камера у Poco на 5 мегапикселей, у Vivo на 16 мегапикселей. Ну и давайте зайдем в интерфейсы камер и посмотрим, на что они способны. Так, значит, видео. Видео максимально смартфоны снимают. Full HD 30 кадров в секунду. Но у Vivo есть стабилизация, друзья. Да-да, здесь есть стабилизация. То, чего нет у Poco. Фотовозможности. Здесь есть двукратный зум у Vivo. У Poco этого нет. По камере Vivo здесь лидирует. Ну и давайте посмотрим некоторые фотографии и сравним. Все увидите сами. Здесь обе фотографии сделаны при солнечном свете. И вы видите, у Poco холодные тона, у Vivo более теплые тона. Обратите внимание на детализацию. Ну, на улице оба смартфона снимают, можно сказать, хорошо. Следующее фото, ну, можно сказать, на одном уровне. Следующее фото здесь, мне кажется, у Vivo более ярче. Более ярче фото. Дальше пойдем. Это фронтальная камера. Ну, здесь у Vivo 16 мегапикселей, а у Poco всего-навсего 5. Ну и давайте сравним. Смотрите, у Vivo более естественные цвета, а Poco как-то пересветил. Ну, вот как-то так, друзья. А это при не очень хорошем свете. Вот так получаются фотографии. Так фотографирует Poco, а вот так Vivo. И напомню, напомню, что у Vivo еще есть двукратный зум. Вот как-то так он фотографирует. Вот как-то так. Мне Vivo здесь понравился лучше. Я не делал ночные фото, потому что ночная камера здесь вообще никакая. Ну и видеосъемку вы можете посмотреть на моих отдельных полных обзорах этих смартфонов. Подводя итоги, друзья, хочу сказать, что Vivo мне понравился чуть-чуть больше. Если бы мне предложили выбор, я бы выбрал его. Из-за хорошего качества камеры и более лучшей работы оболочки. Все-таки у Poco MIUI немножко подвисает и тормозит. Что думаете вы об этих смартфонах, напишите в комментариях. Ну, а у меня пока все. Всем пока.